Практическая психология И уже сейчас я вижу разные отношения людей к этому праздничному состоянию Кое у нас будет Новый год, Рождество и вот эти рождественские каникулы Кто-то безумно этому счастлив, ждет с нетерпением Кто-то наоборот говорит, боже, быстрее бы это все прошло, уже эта вся канитель так это достала Вообще, как вы относитесь к празднику? Ой, я очень люблю Праздники я очень люблю и всегда с удовольствием праздную Кто-то говорит, что со временем, с возрастом он перестает праздновать день рождения Перестает наряжать елку, перестает праздновать Новый год Это не про вас? Нет Это хорошо очень Наташа, вот что такое праздник? С точки зрения психологии даже С точки зрения психологии, ну это, наверное, такое вообще особое состояние Особая атмосфера, которую создает человек В своем окружении Вокруг себя, да, в своем окружении А Новый год, он праздник уникальный Потому что большинство праздников у нас как бы локальные Либо в стране, либо вообще в какой-то семье, либо у отдельного человека А это праздник единственный такой прям вот всеобъемлющий Он во всем Объединяет всю нашу планету Да, вот это, наверное, такой уникальный случай Тоже очень он нравится, но вот такая интересная статистика Да, говорят, что вот именно в такие новогодние праздники Все больше и больше людей, которые страдают от одиночества Да, возрастает, например, тема суицидов Да, потому что это же тоже надо пережить, суметь Вот все отмечают этот праздник Всем хорошо, всем просто великолепно У людей какие-то перспективы, планы, да А есть люди, у которых нет ни перспектив, ни планов, да? Ну, в основном это люди, которые действительно либо одиноки А сейчас таких, увы, к сожалению, все больше Каждому году все больше и больше, да? Все больше и больше Так вот, можно ли себя настроить на праздник? Можно ли встретить праздник, как это вы делали раньше Или мы делали раньше в детстве? Как это все пережить в хорошем настрое? Давайте мы сегодня именно об этом поговорим Давайте Что необходимо современному человеку для того, чтобы состояние праздника он ощущал? Вот состояние праздника-то человек, наверное, ощущает Но, как говорят, самое приятное в праздновании чего-либо это подготовка Человек готовится, человек прям ждет Тем более атмосфера соответствующая У нас везде елочки, огоньки, что-то такое там продают, что-то хорошее Человек тяжелее переживает сам праздник Почему? Потому что его ожидания от праздника Гораздо выше, чем вот он, так сказать, принесет ему счастье Такой момент, я жду все-таки чудо, потому что внутренний ребенок живет в каждом из нас Но чудо не случилось И открываем глаза и вновь эти же стены, эти же люди И вновь этот же телевизор, который выедает мой мозг Из года в год одно и то же Поэтому получается, что, чтобы праздник получился, необходимо немножко планочку, что-ли, желание своих как-то уменьшить или как? Тут, наверное, несколько факторов С одной стороны, вообще Новый год авиен такими разными всякими мифами И очень часто у нас где-то там заложено уже, говорят, надо к нему подготовиться как? Переделать все дела Так, ну то есть, да, все пункты, которые ты там еще не успел сделать, ты должен прямо в этой гоп-гоп-гоп Быстро-быстро-быстро все это завершить Иначе гештальт мой не закроется Я достаточно много посмотрела каких-то интернет-рекомендаций Вот эта рекомендация практически везде И человек, естественно, да, у него же дедлайн Ему же к 31-му надо все завершить Мало того, что наваливается куча, ну, таких бытовых вещей Надо много что купить, надо подготовиться, там, закупить продукты Приготовить подарки Это тоже требует времени, сил, энергии Да, еще и это наваливается Надо же ведь сказано, да, Новый год с чистого листа И человек просто в такой вот Сам себя загоняет Загоняет Да, и вот этот перфекционизм, который достаточно присущ Особенно женщина Ой, особенно женщина Это как, а свечи-то я еще и не купила, да Все у меня продумано А муж привозит, вот просто история клиентов Она звонит по телефону и говорит Ты свечи не забудь, он привозит свечи А они оказались не того цвета, которого она ожидала И в итоге семейный скандал, Новый год встретили, можно сказать, порознь То есть, видите, получается, что оказывается, даже цвет свечей способен нас, женщин Вот это женское стремление к идеалу, который уже нарисован в голове И который, ну вот, мужчины не очень понимают в оттенках свечей Скорее всего, там действительно что-то не попало Да, и надо просто проговаривать, да, как говорят Если ты загадываешь желание или у тебя какая-то есть просьба То, пожалуйста, формулируй ее четко и полностью, да Особенно если ты такая действительно перфекционистка Вот приведу письмо, которое через Фейсбук ко мне пришло, да Когда я написала о том, что мы будем обсуждать с психологом тему Как встретить и пережить праздники И вот девушка одна пишет, что праздник это для меня сплошной кошмар Я просто не представляю, как опять в течение почти двух недель Сидеть дома с мужем и детьми Мне жалко их и себя тоже Ну да, ну выйдем погуляем там в Порошино Ну да, ну сходим в гости Но все это так банально и из года в год одно и то же Тут же пишет девушка, которая говорит о том, что для меня праздник это тоже испытание Потому что нужно будет кормить всю семью С утра до вечера я в роли кухарки И меня это действительно достает Я бы хотела уже открыть глаза после 14 января и вновь бежать на работу Вот как вот в такой ситуации нам быть? То есть все равно быт-то ведь никуда не девается, да? Вот этот праздник, он, да, фейерверки от грохотали Стол, который был накрыт весь, съедет Да, и дальше у нас еще опять-таки, да, то есть некоторых женщин, ну и мужчин тоже, в принципе, да, вот эта повседневность, она пугает то, что опять нужно Это же тоже часть праздника Это часть праздника, я, кстати, посмотрела удивительную статистику У меня, она не российская, она западная После рождественских, у них же там рождественские каникулы, увеличивается количество заявлений о разводе Как ни странно, да, потому что люди, вот мы настолько сейчас в работе, мы настолько быстро живем, мы домой иногда прибегаем Поесть А потом поспать Да, при этом муж с женой могут совершенно-то в параллельных реальностях По времени вращаться, да, он прибежал, она убежала И вроде бы всех все устраивает Да, все устраивает, мы не привыкли к такому количеству общения друг с другом А новогодние праздники, никто не работает, никто никуда не бежит Столько поводов для стычек, столкновений Вот если мы будем рассматривать с такой позиции, да, но в то же время, а посмотрите, сколько у вас возможностей еще лучше узнать друг друга Если это рассматривать как возможность, то все по-другому Все же зависит от угла зрения Хорошо Итак, для некоторых праздники постепенно превращаются в обычные выходные То есть жизнь в такую ровную линию, как кардиограмма Все спокойно, все хорошо, да А все-таки есть люди, которые говорят Нет, я этот праздник не попущу мимо Вот как сейчас, рекомендуйте, как создать вот эту атмосферу праздника взрослому человеку Чтобы он, вот сейчас же шутка ходит, да, шутки ходят, да, в офисе Вы, говорит, чувствуете, что праздник? Нет, я не чувствую, мы тоже не чувствуем, да Как взрослому человеку начать ощущать, что праздник скоро? Ну вот самый первый, да, и самый, наверное, банальный, что, кстати, советуют Что у нас, с чем у нас с детства ассоциируется праздник? Вот у всех У меня, ну, я всегда жду подарков Я так люблю их получать и так люблю дарить, что я начинаю вот уже сейчас ходить вот эти подарки присматривать для родных и близких Вот, подарки, что еще у нас было такого волшебного в детстве? Мандаринов много Вот, вот, купите, не пожалейте, купите, да, большую просто, да, миску поставьте дома, наполните мандаринами У меня даже для этого случая у меня даже есть красивая корзиночка Вот, можете на работе поставить, неважно Все, заходишь, мандарины Запах, это же самый, такой, самый сильный якорь, да, как говорят, поэтому запах он сразу туда уносит Это самый древний, самый сильный такой у нас, как сказать Ну да, такая реперная точка, да, откуда мы вынимаемся, праздник к нам приходит, да Дальше елка, вот сейчас вообще мне очень нравится вот такая тенденция, что мы елку можем вообще чуть ли не в октябре месяце поставить Тем более, если это не живая елка, но мне всегда не хватает, не хватает опять-таки вот на уровне запахов, да Поэтому я всегда примерно за неделю, за две у меня в доме появляются вот эти еловые лапы, да, чтобы, да, конечно же, потом приходится выметать, ворчать Они везде, эти иголки крошатся, но это же великолепно Это того стоит Да, это того стоит, действительно Что еще мы можем сделать? Если вы вот заблаговременно, вот сейчас еще 20, еще 3 недели, можно еще достаточно относительно спокойно выбрать подарки Если вы начнете выбирать подарки, покупать бумагу, туда заворачивать Бантики какие-то вот туда приклеить, ну мы же девочки Мальчики, конечно, вряд ли станут этим заниматься, но девочки-то Это само собой нас туда унесет Говорят же, что покупать и дарить подарки, наверное, чуть ли не более приятно, чем их получать А на самом деле, вот вы что любите больше, Наташа? Получать или дарить? Наверное, даже дарить Вот подарок, он всегда должен быть тоже... Как вообще подарки выбирать, вот с точки зрения психологии? Ну, если так вот по-честному, да, то, конечно, хотелось бы дарить то, что человеку надо Прямо в чем у него есть потребность, да? В чем есть потребность, да, и тут на помощь придут Кто достаточно внимателен к своим близким, тот, наверное, знает, да, где-то промелькнет там Я люблю какой-то особый чай, я люблю там, вот мне хочется вот эту вот штучку Как девушке некоторой, вот мне понравилась эта фраза Я, говорит, ему намекаю и намекаю, мне так хочется окутаться запахом роз Он, говорит, приносит мне розы Я вся расстроена, потому что я, на самом деле-то, не об этом мечтала Надо аккуратно с намеками О чем ты мечтала, спрашиваю я клиентку, на что она отвечает Но, знаете, вот есть духи, да, вот прямо вот она называет там название этих духов и фирму Вот там вот реальный запах роз, да Можно ведь мужу об этом сказать? Можно на бумажке написать Дед Мороз, дорогой мой Дед Мороз, я хочу, чтобы мне сегодня ты принес духи фирмы Ланкома и название там такое За благовременно только, чтобы у Деда Мороза не были заготовлены уже Конечно, да? То есть вот это, как вы сказали, должно прозвучать Должно, должно Формулируйте правильно заявку Деду Морозу У меня один раз девушка говорит, мне неудобно, ну как-то вот я не привыкла Это напрашиваться на подарок Она хотела сережки получить Потом говорит, я так рада, что я все-таки это озвучила Потому что он мне купил уже какую-то супердорогую сковороду Сковорода на Новый год мне была совершенно не нужна, хотя она хорошая Но это не тот праздник, когда мне хотелось бы получить сковороду Поэтому получилось и то, и другое Вот как вы относитесь к тому, когда рекомендуют, что... А вы спросите, если вот вы не знаете, что конкретно хочет ребенок Да, и ребенок, и взрослый, внутренний ваш ребенок Какой подарок, то можно просто спросить об этом Аккуратненько, да, конечно, можно спросить Может быть, не прямо в лоб, да, что тебе подарить Потому что мы как-то начинаем, стеснялся резко отвечать на этот вопрос А как-то вот помягче, да, что бы хотелось Или обсудить, а как ты думаешь, тебе будет приятно, если я тебе подарю вот там то-то, то-то? Ну, либо так, да, но чтобы попасть, чтобы вместо сережек не пришла сковорода Вот знаете, очень хорошая игра, мне она потрясающе нравится Ну, нравится, я ее на себе проживала, да, и многие мои коллеги это делали тоже Это когда вот в детском саду, ну и в школах дети еще пишут там, да Письма Деду Морозу Вот вы знаете, мы с вами взрослые, ничем не отличаемся от детей Мне, например, нравится, когда взрослые люди пишут тоже Я бы хотела уважаемый Дедушка Мороз И не важно, что в три года вы уже перестали в него верить, в этого Деда Мороза Письма ему писать можно Можно, и особенно если мы знаем, кто в этом году будет Дедом Морозом, да То почему бы и нет, правда? Почему бы сразу не вручить заранее? Мы же хорошо себя вели целый год Да, и Дед Мороз тоже, ему будет намного легче Он уже не будет теряться в догадках, да, чтобы такое принести ему в этом красочном мешке Согласна с вами Итак, правильно ли мы с вами размышляем по поводу того, что на самотек мы ничего не пускаем? Да, вот когда на самотек... Потому что ведь очень много, да... Вот на самотек получается то, о чем писали девушки, да Я буду кухаркой, я съезжу классический вариант в Порошино Мы сходим погулять, сходим в гости, все, да Если это нравится, прекрасно Если это не нравится, вот предстоящий Новый год, прекрасный повод, чтобы это поменять У нас, кроме Порошина, у нас есть масса мест, куда можно съездить Масса мест, куда можно сходить Что можно придумать для себя и для своей семьи Масса мест, где можно не готовить целый день с утра до вечера, а покормить где-то, куда-то сходить Почему бы нет? Еще очень, на мой взгляд, важно, что не воспринимать праздник как какой-то экзамен Это знаете, когда, особенно это свойственно девушкам юного возраста Когда, начитавшись много книг, насмотревшись фильмов Мы действительно столько ожиданий на этот праздник возлагаем Что в итоге получается, что ты после праздника падаешь с ног И год начинается каким-то странным состоянием Я выжатый, как лимон Некоторые падают с ног даже не после праздника, а прямо перед ним Потому что они так Они сделали такой стол, чтобы все оценили Они вот столько в него вложили, что праздник же начинается поздно Это же не утренний в детском саду Примерно к 11 часам сил уже нет, глаза потухшие Единственное желание, меня бы куда-нибудь в угол поставили Не трогайте А расскажите, как правильно распределить вот в сам праздничный день силы женщине, девушке? Во-первых, у нас есть действительно вот этот перфекционизм, когда нам надо объять необъятное Давно уже все знают, что это невозможно Но мы все равно пытаемся каждый год не по разу Ну ты же фея, ну ты же волшебница, ну ты же можешь все Да, там пять салатов, два горячих, да, плюс там десерты Это действительно вот реально, это невозможно впихнуть в один день Плюс ведь еще надо самое главное украшение новогоднего стола Это красивая хозяйка Конечно А не обмахивающаяся веером в уголке Мечтающая быстрее добраться до пристели Поэтому, конечно, было бы желательно, чтобы вместо каких-то гигантских планов Четко для себя определить, пусть салатов будет не пять, а два, но не будут вкусные Никто потом сильно это не помнит Помнит именно, помнит общение, помнит разговоры, помнит праздничное настроение Никто особо не помнит, в чем мы там вилками, да, ковыряемся Поэтому, может быть, не надо так убиваться у плиты То есть не делать акцент прямо вот на этом праздничном столе, да Может быть, подумать, наоборот, над программой, да Над программой, конечно Над наполняемостью, да Конечно И сколько я не делала каких-то таких вот программ не делала Мы часто празднуем, там дома приходят друзья или родственники Самое лучшее, это когда, то есть программа, когда люди Ну, мы не очень любим напрягаться, особенно в Новый год, да, когда мы уже так поели, там, хорошо То есть какие-то такие, когда надо что-то придумывать, выдумывать, конкурсы, они сложно идут Какие-то там спектакли драматические Нам бы что-то вот, чтобы не думать, чтобы попроще, да Поэтому какие-то там детские загадки, которые можно с места там отвечать Выкрикивать Да, какие-то там песенки про Новый год, которые там вот эта половина, значит, стола вот против этой половины стола Тут хорошо идёт, ну, ура Какие-нибудь там, знаете, бывают вот из обычной, там, не знаю, офисной бумаги Вот делают такие белые снежки и попадают в какую-нибудь кастрюлю, в корзину Думать не надо, веселье будет Мне кажется, ещё неплохо идут, например, такие конкурсы в семье, ну, в семьях с переодеванием, да Когда можно переодеваться, фотографироваться, дурачиться И потом это всё у тебя на протяжении ближайших, там, двух-трёх месяцев Всё это расходится по родным, близким, друзьям И такое послевкусие хорошее остается, да Есть, что обсудить, это всё оставляет очень хорошее такое впечатление И, мне кажется, это гораздо больше создаёт атмосферу праздника, чем такой... Просто стол, да Просто стол Когда люди просто пришли, поели, потом посмотрели телевизор и разошлись И дальше, да И чем он отличается от прошлого года, от позапрошлого, в принципе, ничем Вот, кстати, хорошая тема с пожеланиями, да Потому что всё равно в каждом из нас есть такое ощущение, что вот сейчас я загадаю это желание Подбой курантов, и оно обязательно осуществится, да И многие, взрослые, даже говорили, о, да, вот, знаете, я вот загадал, и это у меня сложилось Мне тоже Ну, как я всегда говорю, по вере вам будет Если веришь, значит, всё оно и случится, да Какие-то вот такие игровые моменты можете вспомнить из вашей практики? Вот, кроме того, что там написать на бумажке желание... Потом, значит, в бокал, потом это всё надо выпить Мне так бывает страшно смотреть, как давят Я такого фокуса не проделывала никогда Да, я тоже Но я видела за это много-много раз А я не видела ни разу Это же, представляешь, там бумага, пепел плавает, да И это надо всё в себя выпить ещё за залпом Потому что куранты-то имеют свойства... Товарищи, честно, работают даже без бумажки Работают просто вот туда на шепчите и выпейте Прекрасно работают Да, действительно, да То есть вот, опять-таки, кто как любит Нет, конечно, на любителя Мне очень нравится, когда я как раз примерно в этот же... К столу, да Мы печём печенье какое-нибудь И там вот бывают всевозможные пожелания То есть, да Вот ты печенюшку эту съедаешь, пока бьют куранты, да Ты можешь мало того, что достать то, что там тебе пришло, да Но ты можешь написать, это то же самое, да И дальше я отпускаю красный мешочек В этот мешочек все складывают свои желания Этот мешочек я уношу Я же волшебница, да И потом уже всё, все процессы Я там дальше уже магия, чудеса, свечи, молитвы, всё что угодно Желания сбываются у всех Так что, если, друзья, у вас что-то с желаниями там не совсем Последнее время склеивается, приносите У меня есть этот мешочек у себя в офисе Сложим туда и дальше осуществим Я такие штучки делаю с грецкими орехами То есть, вот такие целые, когда орехи покупаешь Было очень много половинок Думаю, ну что ж, красиво же Конечно Особенно, если у вас дети Да, вот это всё написать какое-то, что будет, да В будущем году туда сложить Потом это склеить Потом это покрасить какой-нибудь там красивой краской Потом прилепить туда бантик Потом это всё сложить в одну корзиночку И вот, пожалуйста, вот гости пришли Вот вытаскивай, да Отлично Что у тебя Что у тебя будет, это как бы своего рода такая, да Мы что делаем? Мы на самом деле свою душу, свою психику настраиваем на то, что всё у нас получится Потому что там практически всегда у нас бывают хорошие, добрые пожелания Да Даже если вы желание своё оформили словами Это уже очень хороший такой пунктик, да То есть мы что-то делаем То есть фокусируется внимание на том, что мы хотим Да, мы настраиваем себя самих на то, что у нас это обязательно сбудется, обязательно это получится Мне нравится Новый год, я его очень люблю Да, конечно, в моей жизни были такие и такие Новые года, когда я просто ложилась 10 часов спать и просыпалась уже 1 января, да И этот Новый год мне тоже нравится, я его с удовольствием вспоминаю, потому что это было необычно Необычно Были Новые года, когда мы отправлялись куда-то наоборот на юга, совсем в другие полушария, где казалось, ну надо же, наши там мерзнут, минус 30 градусов, а ты тут ходишь под пальмами и распиваешь кокосовый сок Пробуйте, экспериментируйте, на то он и праздник, чтобы каждый год было что-то Делайте что-то необычное По-своему, да? Вот этот год у нас, как говорят, собаки Собаки На что вы настраиваетесь, Наталья? В Новом году? Только на хорошее, исключительно Хотя я, конечно, знаю, что не бывает времени, когда всё обязательно хорошо, но в любом, в каждом году есть много-много хорошего Да, и настраиваясь на хорошее, а там, ну разберёмся с любым Хорошо, давайте мы поговорим про карту желаний Вот у нас сейчас есть такой момент, да, когда у человека в этой даже суете есть несколько минут, чтобы сесть и подумать, а чего я вообще хочу от следующего года? Вот если мы с такими настроями идём, то на какие важные моменты человек может для себя ответить? Если человек, в принципе, за эту карту желаний даже сел, он просто, ну мне кажется, с такой техникой можно себе жизнь перевернуть, как ни удивительно У меня буквально недавно девушка, с которой мы три года назад рисовали такую карту, она говорит, ты представляешь, я её нашла, всё сбылось Всё сбылось Она говорит, мне даже страшно стало Ну вот сейчас мы откроем маленький секрет, да, это делается очень легко, я представляю, что сейчас нашу программу слушают где-то, может быть, в офисах, на работе, там, кто-то, может быть, там, автомобили, да И он про себя думает, ну вот, ну что тут они, вот эти психологи, нам рассказывают, да Ну смотрите, даже прямо сейчас, где бы вы ни были, вы можете себе взять ручку и бумажку и написать три пункта, от которых вы точно хотите избавиться, ну, то есть вы их не возьмёте с собой Это могут быть люди, события, ситуации, которые вы точно не возьмёте с собой в 18-й год, да? Написали? Написали Или проговорили? Лучше написать, вот прям, вот реально, напишите Дальше, теперь мы можем взять, например, три пункта, которых я точно с собой захвачу из этого 18-го года, да, в 18-й, опять взяли и записали Записали А потом честно себе задали вопрос, а чего я ещё хочу такого, чего в моей жизни нет? И пусть это будет 3, 5, 10, 12 пунктов, не ограничивайте себя ничем Это вот, это замечательная штука, попробуйте И кто-то действительно оформляет это как карту, да, на большом листе ватмана, кто-то делает в обычном альбоме, да, потому что, ну, карту не очень разместишь где-то дома, да, не все так могут А альбом, он вот его почитал, посмотрел, где-то там что-то, ага, с былой, значит, окей, зачёт, да, следующий листочек переворачиваем, ещё что-то написал Очень хорошо работает, я не знаю, как это работает, но это работает Наташа, вы тренер, поэтому расскажите нам, к тому же, что ещё, кроме вот того, что я взяла и написала, ещё необходимо сделать? Кроме своего намерения Есть прекрасная техника одного очень такого прям знаменитого, не знаю, как его даже назвать, спикера, наверное, да, который занимается там саморазвитием, ещё чем-то Он говорит, вот вы написали то, что вы, вот у нас есть третий пункт, который, то, что у меня ещё в жизни не было, но чего я хочу, да Вы вот написали пункт, да, и напишите дальше вопрос, что мне надо делать, чтобы этого достичь И накидайте минимум 20 ответов То есть это своего рода такие шаги, да? Вот вы просто не сильно анализируете, просто накидываете, причём всё, что мне надо приобрести, от чего избавиться, что начать делать, что прекратить, чему научиться, да, кому позвонить Прямо всё-всё-всё-всё-всё, минимум 20 можно идти Даже если кажется, что это с первого взгляда какая-то нелепость, да? Вот вы всё сначала напишите, а потом задайте себе вопрос Значит, вы на каждой из трёх этих пунктов написали по минимуму 20 ответов Потом задайте себе вопрос к каждому из них, к каждому вот этому из трёх этих пожеланий Если бы мне можно было делать только одну вещь каждый день, вот только одну из этих 20, чтобы это было? Чтобы меня максимально приблизило к выполнению моей цели, да, к выполнению вот этого Один пункт выберите и обведите его Потом задайте себе второй вопрос А если бы мне разрешили делать не одну вещь, а две, чтобы было второй, да? И, естественно, да, и потом третий вопрос Если бы мне было позволено делать три вещи в день, то что было бы третьим? И вот это каждому из трёх наших с вами выбранных пунктов будет три самые главные вещи Которые максимально приблизят нас к тому, что в следующем году у нас обязательно появится то, чего ещё не было Отлично! То есть вот так, не надо пересчитывать множество книжек, не надо ходить на какие-то тренинги Ты можешь просто взять и это сделать Не даром же у нас программа называется «Практическая психология»? Это очень просто и очень эффективно Да, и применяйте, пожалуйста, да? Вот ещё, мне кажется, ну, по крайней мере для меня Очень важный момент праздника – это моменты, когда ты можешь просто стать каким-то благотворителем Да, ты можешь покупать родным и близким много подарков Ты можешь много что украсить, ты можешь продумать всевозможные такие моменты праздника, сценария, там ещё что-то, да? Да, но мне кажется, что как раз можно к концу года сделать для себя какой-то такой, ну, для меня это важный такой пункт, да? Отдать вот десятину этой вселенной или людям, которые нуждаются Продумайте, что бы вы могли, чем бы вы могли помочь Просто соседке, например, там, да, по лестничной площадке Может быть, какому-то знакомому ребёнку, ещё кому-то, может быть, просто коллеге Потому что вот это состояние душевное, которое вы, прежде всего, вроде бы делаем для другого человека Но вы делаете это для себя, да? Оно, как раз, мне кажется, бывает вот той самой вишенкой на... На торте Да, на этом самом праздничном торте Который там тихонечко, но вы сами себе сказали, да, всё У меня сейчас сложилось это состояние праздника Потому что я это состояние праздника подарила ещё кому-то, кроме себя Просто бесценная вещь, да, кто никогда так не делал, попробуйте Вы, может быть, оцените то, что действительно это будет таким завершающим штрихом Что у меня всё хорошо, и я могу кому-то, у меня есть возможность кому-то помогать Это потрясающее чувство Ну, тем более, всегда есть, да, такие люди, которые нуждаются в этом? Всегда есть Так что да, просто оглянитесь, посмотрите Есть наши любимые там котики-собачки, которые уж точно всегда нуждаются в чём-то Поэтому помогать всегда есть кому-то Итак, формула праздника у каждого своя Что уж тут говорить Практическая психология Итак, продолжается программа практической психологии Сегодня говорим о том, как пережить Как, во-первых, встретить праздники, потом их пережить И потом выйти ещё в ресурсном состоянии с этих самых праздников И мне сегодня помогает раскрыть программу Практикующий психолог, а также тренер Наталья Рыбакова Наташа, скажите, пожалуйста, чем можно продуктивно заниматься на новогодних каникулах? Вот тоже такие какие-то рекомендации Попробуем их дать нашим слушателям, да? Во-первых, это прям благодатное время, когда есть возможность остановиться Когда есть возможность сделать то, на что в обычное время у нас просто не хватает В обычное время не хватает времени Времени, да, иногда даже желаний Мы так устаем, у нас действительно нет ни сил, ни энергии, ни времени А тут целых 10 дней Да, и вот смотрите, чтобы не получилось так, что я вот тут вроде первые 2-3 дня отлежусь Потом отосплюсь, потом там ещё что-то сделаю В итоге получается, когда вы выходите из этих каникул, вы оглядываетесь и понимаете Время прошло даром И уже год, какое-то начало года, такое ленивое, пассивное, вялое А ведь не на это настраивались, да? Помните, под бой токурантов мы с вами что, загадывали, что у нас столько будет свершений, перемен и всего остального Итак, я всегда предлагаю Возьмите, пожалуйста, опять-таки ручку, красивый блокнотик, листочек бумаги И запишите все те желания, которые вы хотите Вот я хочу осуществить на эти, за эти 10 дней, там, то-то, то-то, то-то Ну вот, например, научиться чему-то новому Вот чему бы новому вы могли, вот давайте прямо сейчас вместе будем планировать Вот первое, что мне пришло в голову, у меня подруги вдруг увлеклись керамикой, да, изделиями Вот действительно Хочу, да? Хочу Это время, когда можно действительно выделить эти час-полтора, куда-то съездить, куда-то сходить Спокойно, без беготни Можно научиться У нас сейчас столько возможностей Кто-то рисует, кто-то поёт, кто-то вот занимается керамикой Да, можно заняться вокалом, например, да? Прекрасное, что вот у кого, кто не знает, как снять стресс Пойте Шикарная вещь Недаром японцы, которых много-много-много работают постоянно Они ведь придумали караоке для чего? Для того, чтобы снять стресс Прораться Прокричаться Пропеться А у нас красиво пропеться, да? Можно сходить на, не знаю, там, на какие-то мастер-классы по изготовлению кукол, по валянию шерсти, всё что угодно У нас сейчас есть всё То, что до этого вы никогда не пробовали делать Вот именно что Главное слово здесь – научиться новому Это можно делать с детьми, это просто будет Хоть одна, хоть с детьми Это будет то, чего не было никогда Вот прямо записывайте Второй пункт Так как у нас с вами зима Зима будет такая хорошая, я очень на это надеюсь, да? То обязательно нужно вот в эти каникулы заняться какими-то видами зимнего спорта Или просто игрой на свежем воздухе Чтобы не получилось так, чтобы 10 дней присидели дома, не выходя, и ходили только за пронукой Чтобы этого не случилось в нашей с вами жизни, да? Мы прямо этот пункт обводим жирной точкой и вспоминаем, какие мы дети, да? То есть идём гуляем с собаками, выезжаем куда-то в какие-нибудь необычные для себя места Встаём на лыжах, если вы уже давным-давно не делали этого, да? У нас есть порошина, ну там всё выдают, пожалуйста, приехали Да, плюшки не внутрь себя, а под попу И скатываемся с высоких горок, да? Чтобы вот таким вот образом эго-гея, чтобы было весело и интересно Что ещё можно сделать? Можно почитать то, на что никогда не хватает времени У меня вот, например, на 10 дней у меня уже такой список литературы Потому что я понимаю, что я не успеваю А тут, значит, художественная, там по работе, и ещё литература Отлично, мне очень нравится это предложение Также можно, например, заняться собой То есть вот в какой-то вот в этот день отвести вот только для себя любимого Конечно Вот ещё очень интересный пункт Это если вы понимаете, что что-то меня не устраивает в жизни, да? То вот тут именно можно опять-таки подготовиться к смене работы А почему бы и нет, да? То есть представить себе, что бы я хотел, какую бы я работу себе замечтал, зажелал, да? Или какие, если у вас есть бизнес, собственно, какие изменения, новшества я бы хотел Это всё не спеша обдумать, может быть, даже с кем-то обсудить, да? Да, спланировать Ну а потом уже вы выходите из этих каникул И у вас уже есть чёткое понимание Какие перемены ждут меня в сфере работы, в сфере личной жизни, там, или ещё чего-то, да? Мне раньше казалось, что это же так просто Ты вот, это так, ну, как-то Наверное, все так делают, да? Садятся и пишут, оказывается, это далеко не так Недавно буквально я видела, как девушка говорит Я говорю, ты пропиши, вот что бы ты хотела в ближайшие пять лет Она говорит, я не могу, я боюсь Она даже вот, она говорит, я примерно представляю, но я боюсь на бумаге написать Вот до какой степени это непривычно Это непривычно, мы так не делаем Потому что это действительно к чему-то Сразу обязывает, да? И ты понимаешь, что вот ты себе жизнь пишешь, вот прям своей рукой, прям на бумаге И не каждый к этому готов Не каждый готов Откладываю на потом, может быть, не та ручка, не тот листочек бумаги, не то время, ещё что-то А в итоге жизнь прошла, да? А время идёт А время идёт Хорошо Вы слышали нас? Я думаю, что да, очень многие услышали Итак, ещё хороший повод навестить родственников и друзей Причём, знаете, вот я считаю, что Ну вот у меня, например, много друзей и родственников Я считаю, что великолепно, когда ты умеешь сам принимать гостей, да? Но тут тоже главное не переусердствовать, да? Выходим в гости Обязательно Не просто там поесть, выпить, там, да, пообщаться Но ещё с какой-нибудь целью Вот обязательно какую-то цель преследуйте Ну, например, Наташа, я давно у вас не была в гостях Прекрасно Я думаю, что, наверное, выйти рождественские каникулы Я исправляю Я исправлю от этого недочёт Мало того, у нас с вами столько общих, хороших знакомых Это да Почему бы нам нигде-нибудь не собраться У нас всегда это прекрасно проходит Ну вот, если вы навещаете родственников То, опять-таки, давайте посмотрим, чем я могу им помочь Да, даже с точки зрения, например, может прийти к своим, например, пожилам Каким-то родственникам, тётям, дядям, да И помочь провести генеральную уборку Ну, да, смести там где-то пыль, там, ещё что-то сделать Ну, то есть, там, перестирать бельё, да Ну, то есть, опять-таки, мы идём с родственниками Иногда с точки зрения, что я по силам, каким образом я могу им помочь Потому что это не только ведь застолье, да Это ещё и какая-то посильная помощь Ну, если это будет, это будет замечательно Мне кажется, это вам будет больше Опять же, мы делаем это и для других, и для себя И все выигрывают, никто не проигрывает Вот сейчас я хочу такой пункт назвать, опять-таки, да Может быть, кто-то меня сейчас сразу же побьёт, да Но, тем не менее, я этот пункт себе внесла Потому что я хочу после праздников успеть прибрать свою квартиру Чтобы уже вот выйти в послепраздничное состояние Что у меня вот, да, всё хорошо Дома всё прибрано, всё по полочкам разложено Всё вообще великолепно, блестит И мне опять хочется туда возвращаться, да То есть я вот этот пункт себе записала Потому что я знаю, что сейчас пока ёлки, мишура, там, ещё что-то Ещё коробки какие-то, да А вот после как раз вот эти праздничные каникулы Они как раз займут у меня это время Ну, не все, наверное, в конце где-то Да, но как вариант мы в эти же праздничные каникулы, например, можем съездить куда-нибудь Да, вот съездить куда-нибудь Это, значит, чётко прописать цель Куда там, да Кто-то едет там к Деду Морозу Кто-то едет, наоборот, там, где-то в санаторий отдохнуть Ещё что-то Ну, то есть как-то поменять вот эту дислокацию Было бы хорошо, и при этом не обязательно Ведь, ну, вот нам кажется, что если ехать, то обязательно в голове там Либо Таиланд, либо там, да Не обязательно ведь так далеко Если не так много средств на Новый год выделено Можно ведь совсем вот рядом проехаться Мы даже рядом, не то, что там Таиланд Мы рядом-то не знаем, что расположено Кто на Новый год, вон, Ёшкар-Ла от нас, 300 километров Это совсем другой город Там действительно красиво Там есть что, ну, хотя бы на один-то день Есть что посмотреть Это недалеко Да Потом музеи, театры Никто у нас не отменял Всё это есть, да Кинотеатры И вот, кстати, тему каникул, да Я вот даже для себя выписала У меня есть рекомендации Фильмов, которые можно Которые создают, во-первых, новогоднее настроение Которые с удовольствием можно посмотреть Всей семьёй, да Или, если у вас есть дети То, пожалуйста, давайте им тоже покажем, например, новогодние мультики Вот я уже вчера показывала своим детям «Снежную королеву» Мультфильм великолепный Просто рекомендую Старый наш российский? Да, да, наш старый российский 12 месяцев тоже на ура проходит Волшебное королевство Щелкунчика Вот вы уже сейчас можете создавать это настроение новогоднее себе и своим детям А можете это оставить, например, на новогодние каникулы, пожалуйста Снегурочка и Мороз Иванович Тоже великолепные мультики Которые с удовольствием посмотрите вы сами Что немаловажно, да Но и ваши дети Причём они вас будут, конечно же, склонять на тему каких-нибудь современных мультфильмов Это тоже имеет место быть Но вы их разворачиваете в сторону добрых старых советских мультфильмов И говорите, а вот, понимаешь, вот этот плац жизни, да, тебе ещё не знаком Взгляни, посмотри, прочувствуй Мне кажется, это очень интересно У меня, конечно, дочь уже, наверное, из мультиков выросла Всё-таки 16 лет Но я её так потихонечку приучаю к нашим старым фильмам И она без давления не сядь, вот посмотри, да А какие-то шутки, ах, вот там что-то идёт И она у меня посмотрела, наверное, все фильмы Гайдая Всё-всё-всё, да, вот эти все Просто на ура Просто ребёнок оттуда цитатами говорит Хотя это совершенно не её время Совсем абсолютно, да Вот у меня тоже вчера была та же самая история Когда я включила «Снежную королеву» Сын-подросток сказал Ну, мам, тут что за нафталин такой смотришь? Да, потом я смотрю, они у меня уже оба, этот нафталин Смотрят, смеются, там, радуются, сопереживают Им это нравится То же самое мы создаём с помощью, например, каких-то фильмов Не мультиков, а уже фильмов настроения себе И, например, своему партнёру, да, ну, там, мужу, там, да Всем членам семьи Вот просто рекомендую посмотреть отличный фильм Это, блин, рождественское чудо Вот прямо так называется Это, блин, рождественское чудо Комедийная мелодрама Робби Уильямс сыграл одну из своих последних таких киноролей Очень смешной и трогательный фильм Посмотрите Чтобы у вас тоже возникло такое А у вас есть рождественские фильмы любимые? Ну, кроме с тёхким паром Ну, это, ну, как бы, как без этого Да, «Салат оливье» крошится только Это, по-моему, у всей страны Да, наверное, мне кажется, это у нас такое вообще российское... Ну, наверное, один из любимых фильмов Есть такой... он, правда, тоже зарубежный, реальная любовь Он достаточно длинный, но, мне кажется, вот... Он, по-моему, даже признан был лучшим в мире рождественским фильмом Реальная любовь, да? Называется, отлично Ну, вот ещё, пожалуй, прочитаю парочку фильмов Которые я просто рекомендую своим клиентам Посмотреть для создания вот этого новогоднего праздничного настроения «А что насчёт тебя?» Вот прямо так, да, тоже звучит фильм Интересный очень, да И «Бойфренд на Рождество» Ну, ещё хороший фильм «Чудо на 34-й улице» И там вот такой красной линией Идёт как раз мысль, что если вы действительно верите во что-то, да То в этой жизни всё может случиться Поэтому просто забейте в гугл, да, какие-то вот рождественские фильмы И наслаждайтесь ими, а почему бы и нет Музыка тоже, да, подборка музыки какой-то особенной такой рождественской Ну, а теперь, Наташа, хотелось бы, чтобы вы нам рассказали Как же можно безболезненно выйти из рождественских праздников на работу Да, эта тема тоже достаточно серьёзная Потому что бывает очень часто Что из отпуска, что из праздничной недели Мы выходим, всё хорошо И работа... Я не настроился, да, не клеится работа Я ещё там И мне кажется, что здесь всё уныло И праздники почему-то проходят Может, они и прошли хорошо? Они прошли хорошо, да, но надо в реальность-то возвращаться Мы всегда не можем жить Поэтому если вы прекрасно отметили праздники Что нужно сделать, чтобы как можно попроще выйти из них Во-первых, если вы куда-то уезжали Хоть к родственникам, хоть за границу, хоть куда, хоть в пансионат Вернитесь не перед тем, как выходить на работу, а за день до этого Чтобы был период, да? Да, чтобы в этом году мы выходим 9 января на работу То есть не надо возвращаться 8 вечера Вы будете сидеть среди разложенных сумок Вас будет отяготить то, что дома не прибрано Что вы не успели как-то адаптироваться Поэтому как минимум за день До того, чтобы день вы побыли в нормальной, спокойной Чтобы дать своей душе и телу Уже оказаться в своей тарелке Да, еще помогает достаточно хорошо восстановить свой биоритм Что такое биоритмы? Ну, в обычной жизни мы живем там в 6 встали В 8, кто в 9 на работе Потом, значит, с работы в 11 мы спим Здесь же все по-другому Мы можем и в 3 лечь, в 11 встать Совершенно, да, меняются биоритмы Поэтому за один день, хотя бы за один Войди в норму Да, лягте пораньше Встаньте утром хотя бы примерно в привычное для вас время И вечером, накануне того, как выйти на работу Тоже ложитесь в обычное время Особенно мне это кажется актуально, когда дети Когда в праздники мы, конечно же, детям вне режима Да, они у нас живут Мудрые родители умудряются Мудрые родители, вот прям масломасляно Но умудряются держать детей в рамках Чтобы потом, понимая, как сложно их обратно ввести, да? Ну, если дети, например... Дети же бывают разные, да? Кто-то совы, кто-то жаворонки Это... Если жаворонки, они, в принципе, и так легко встанут Но вот если ребенок совенок Ему действительно будет тяжело встать Утром в школу либо в садик Если он все выходные спал до обеда То есть хотя бы один день Там уже выровняется более-менее Да, и для себя так же Не надо себе стресс устраивать В 3 лечь и в 6 потом встать По привычке По привычке, да Дальше Накануне, если есть возможность Приготовьте все на завтрашний день Одежду, которую вы с утра будете одевать На себя, на мужа, на ребенка Сложите ребенку в портфель Приготовьте, что вы будете Там на завтрак, например, кушать Да, потому что вы отвыкли от этого режима Вам надо по максимуму легко туда войти Снимите с себя часть вот этих утренних забот Потом они будут обычными Но сейчас они уже отошли Целую неделю жили Дальше В первый рабочий день Не перегружайте себя работой Обязанностями, да? Всевозможными Да Потому что за один день ничто никуда не убежит Ну, конечно, если вы там не работник пожарной Или скорой помощи Тут, конечно А если вы нормальный офисный работник Не надо в этот день прям впрягаться зубами в работу Вгрызаться Ведь я запланировала выполнить Не надо Сделайте то, что Либо какие-то рутинные дела Которые просто вас вот введут в привычный образ Рабочий ритм Либо сделайте генеральную уборку на своем рабочем месте Ее же тоже надо делать Наверняка до 31 числа не хватило на это времени А тут вы все сделаете, все приберете И ваш рабочий год начнется вот как раз с того чистого листа Чистого стола, которого все хотят Займитесь вот этим От одного дня не убудет Но вы гораздо спокойнее войдете в рабочий режим Ну и, наверное, побалуйте себя Так Это чем? Такой переход между праздниками и рабочей неделей Сделайте что-то, ну, что-то хорошее Купите себе пироженку Сводите себя, не знаю, там в кафе Выпейте чашечку любимого кофе Или возьмите вечером Возьмите мужа, ребенка И сходите на любой хороший фильм Потому что всегда в эту неделю бывает очень много семейных фильмов Оставьте себе один вот напоследок Да, вот на этот день И у вас очень плавно перетечет Праздничная неделя, да, в рабочую неделю И будете с удовольствием ее вспоминать Отлично, спасибо большое, Наташа И вот, наверное, в завершении нашей программы Я сейчас произнесу такую сакральную фразу Что если вдруг что-то пошло не так Если вдруг вы уже вроде бы все уже продумали до мелочей Но опять что-то не сложилось Или уже сложилось так, что вау И кажется, что по-другому просто лучше быть не может Помните о том, что праздники имеют приятную особенность Повторяться из года в год Поэтому мы с вами их просто проживаем Наслаждаемся, радуемся, узнаем Познаем себя через эти праздники Выстраиваем что-то новое Освобождаемся от чего-то старого Ну просто, да, вот просто живем на выдохе И на вдохе тоже можно Поэтому помните, что если что-то не получилось Можно будет взять все и переделать заново Будет же старый Новый год Конечно же, будет старый Новый год Давайте будем немного легче, проще относиться Ко всему тому, что происходит Принимать вот все эти положительные вещи Эмоции, ощущения людей, которые приходят в нашу жизнь Или так же легко с ними прощаться, если они вдруг собираются уйти из нашей жизни И самое главное, каждый раз себе задавать вопрос Я счастлив вот в эту минуту? И если вы говорите да, это здорово Это того стоит Поэтому это наша самая главная с вами задача Каждый день быть чуточку счастливее, чем вы были вчера Это программа практической психологии Наташа, большое спасибо вам за информацию, которой вы щедро сегодня делились Было очень приятно Да, надеюсь, что нашим слушателям она была полезной и интересной Ну а с вами была программа практической психологии И практикующий семейный психолог Надежда Бошмельева Всем любви, счастья и добра Практическая психология